Добро пожаловать в Казахстан! 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 Он был прорывален с Лычаковым, был старший от 4 лет. Место было богатое. До сегодня видно, какие ма будовли, какие ма каменнице. А всегда богатство миаса отбираясь на цментарь, потому что люди засобни назначают слад своих предков в способ оказывающий. Каплите ставят помнеки, забирают вбитых артистов. И богатое миаса имеют богатое цментаре. Видимо, как в Лжине, в Лондоне, какие са цментаре. И Саизо мяло такие цментаре. Але мяло несчастье. Есть год 60-80, где-си первый, и на цментарь въезжают бульдожеры, ровною с землей. На камазы ржуца се на гробки, вывози се где-с и ржуца там, какие-то западлиска. Какие были эпитафии, какие вирсы. Появлялся какой-то поздний внук Антониака, который был резьбиарем, мял фирмен каменялску. И дай мне съемки, как выглядит та фирма каменялска, кто там резьби помнеки и т.д. И дай мне, в 14-м томе, написать историю цментаря саперзињску, как та Атлантыка. Вдобием гостополного запомненья. По-процву впроводили около 400 нацист родзин, которых не было слады, которые были замордованы, а помнени зруњнаны з земјом, розбите часом млотами тематичными. И то есть kwestия, то есть сића фотографии. То, что когда писал Уычаков, и мне тогда Валдорф, велика постач полоскей культуры, который радовал Повозки перед знижченем, тогда написал мне по моей książке о Уычакове. «Саменный панец, в этом случае камень может оказаться менее трвалий от папиру». За кислятие лет полоскей саперзињску может не быть, бо го знижчам, но збјјом, а застанје здејче, фотография, как то выглядало. «Неч'я пан роби здејчча, нех пан додокументује. Студ, мам по кментарству Уычаковским 12 000 здејјць и завсше бедо з моего архиву люди корыстајть. Соразто нови люди се появляјјо, бо нехтожі однавијајо по летах на Уычакове свои родзинне робовцы и потребую мать довод, как то выглядит. А уже часто много этих нагровок не было, но обратно до справы 13-го, по-колею. Так, взяло Гродно, о чем я больше боялся, потому что это полноц. Я остался от лет, от уже 30 лет, на полуднию. Мам огромный сбор документации людей с полудня, потому что так шли поездки. Здесь в Олеве, Брегу, или далее в Врослеве, они сидят главные лвовицы, тарнополане, стаисловицы, потому что так шли транспорты. Они там были и высадали по дороге, и ручно спрашивали. Чи, которые живут в Гданиске, в Гдене, в Штекине, там где-то в Корзене, в Гродно, Барановиче, в Вилно, там шли шлаки. Одночки тут есть, но преважа такой уклад. И я, я не менее материалов в этом, но где-то мы у нас встретили, где-то глубже, уже в Варшаве, то я говорю, пожалуйста, когда пан напишет о Гродне, о Вилне, о Барановичах, о Ридзе, мы померем, а пану в уголе до этого не дойдет. Поэтому постановием написать о Гродне и собираем Гродно. И этот темат есть такой нощный, потому что очень хорошо он шли. Показывает Гродно, это была вторая столица Польши. Гродно, это прекрасным миастом, это прекрасно-построим, над Немлем, фантастически-построим. Чыщеще-построим миастом. Мы не много знаем о стране Лукасшенке, потому что там только коўхоцник рожде, и так далее. Глупая пропаганда, каждого пообраза, не знаю, по-кому Лукасшенке там. Он ничего о Полсе не говорит, а мы там целый час го вызывамы. Кто поедет, то отвера уста из-за удивления. Потому что, как когда-то в часах ПРЛ-у я ехал на Захуд, и вернулся с Захода, и у меня почувствие два недели бруду в Ополу. Приехал, и у меня такое почувствие. То, помню вам, когда-то приехал из Гродно, и у меня три дня и у меня есть почувствие бруду в Ополу. Как бродно сделано. Не ма спрајовцов, не ма породные хотелы, задбаны, то чистые все, кабинцы вымалованы, у нас вторая помалована, третья там, Баранек ПРЛ-овский, там, по-немецки еще. По-просто задивијте, скон то си беже. Там вешал мосты капитал chiњский, то пањсво си развија, ма душе прирост натуральный, а потом трактуј нормальные истории, тулер. Те полоникОв… проводи пањсво, пањсвој пањсвој, а в сту Пињсва тњсво, пањсво стујтку Пањсво, кањсвво, пањсво, пањсвојтј. Ту обновено двур Немцевиццёв, ордэ, којцињсвцки, монстрат трактовани, музеум орешків фијцкој в Гродно, в центу миста стој помник орешковый, на сmentаре Групп Орешковой за Дбанем. В общем, у нас в Ополе где-то был бы там помник Шиллера, например, Немца. Они по-просто тратуют это нормально. И это Гродно, это действительно задерживаясь. Оно одеграло колоссальную роль в часах Батого. Степан Батогор был одним из самых лучших польских поль. Мы имели в среду этих владцев много неудачников, так как это случится. Этот народ имеет очень слабые элиты политические. Видимы то. Он есть сдолный, пустотливый, но часто часто фаталны элиты политические, которые губят этот народ. Так бы впровадят, что он еще есть в ниволи. И еще нам такое страшное хасло, которое брьми «За вашу и нашу волнущь». На первом плане «васшу волнущь». Ты пилмуй своей волности, а не учь когось, не ровь. Мы там, мы взвалами, Венгров, Бэм, Амерканов, Костиушко и т.д. Там умел сделать неподолжение, а тут уже не умел сделать. Причем, в политику, который умел сделать, и на этом полега слаб. Аторий был тем владцем, который был одним из самых виднейших. Подобнее, как Собиевский. Там еще несколько, чтобы знать. Аторий потравил себя опрел вовчас разрослескому в силу империю росыського. То есть в России царь Иван IV Грозьмин. Это очень важная царь. Потому что Россия имеют этот подарок, что имеют выбитых политиков, выбитых водов, часто мордерцов, бандитов и психопатов, но не неправдоподобно справа организационно. Иван Грозьмин был тем владцем, которым негативно Россия создавал. И опера себя этому именно в Аторий. Он тогда победит. Он отбыха эту Россию. То есть власть, а прежде всего, то есть великие луки, то есть битва под Псковем, то есть в уголе власть о инфланты. Недопушчение Ивана Грозьмин. То есть очень важный конкурент. И вообще база свою выпадает в Гродне. Гродно тоже строит замек долный, гурный. Ивана Грозьмин, который проводит свои войны. Несколько живет. Десять лет только рождет. Десять лет рождет, умирает. Столк там есть в муятку «Чыго» отрута. Там есть история «Чыго» отрута, потому что думы, что царь, видя что-то, что-то, что-то случилось, начинает через Ватекан работать, обещать папежу, чтобы поскромить этого крола. «То я буду склонный», говорит Иван Гродзьмин, что православие подпоражает Ватекану. А то есть «Бра о чем». И тогда вопрос о том, что происходит с Батаром, это дискуссийно. Не удовлетворяем, как в интересе росынском, и в интересе евангеликов немецких, чтобы этот крол, который был такой динамикой, и был римским католиком, что он расширяет вплывы этих костей. Иван Гродзьмин, который я показывал. В каждом случае не показывал эту независимую постачь Батарего. И, возможно, так как я делаю в каждой книге, что я не таким историком пласчичным, что только писал в опорции о историю политичную. В моей книге есть разные асоциации. Там есть история сцуки, там есть история литературы, там есть история обыцзава. Там есть разные элементы, поэтому шукам способов, чтобы не быть таким от закалца, потому что не сцука сделать пласк с закалцем, а нужно сделать такой, чтобы это кто-то со смаком съел. Поэтому я впушцам разные элементы. Тут покажу Батарего разные истории и буду я его мит. Мит Батарего в полской культуре, а я его покажу в книжке, сбудовал, прежде всего, Ян Матей. Тен генюш, который поставил такие образы, которые поводуют, что мы мыслимо о истории теми его образами. Прежде всего «Почет Клугов Полских» то мы видим этих всех «Jогиевов» или «Собиевских» или «Локетков» только его оцами. Не знаю, как он выглядит. Он нам нарвуциал wizję. Его фантастический образ это «Батары попсковые». Огромное плотно. Это очень важное плотно было когда-то, когда он это маловал, в России не было, потому что «Полская» была разобрана, а он показывает незвыкную историю. «Отопсед Кролем Полским» «Чи можно владцы, росысьцы, бьем поклоны, падают на тварь, идут зезгинтыми кроками, а на «Шчокин» один з хийен, кто вверх лежит на такой скуре «Недзведзей», symbol Роси, вбитый в землю и там «Благо» этого «Крола». В часах «Неволи» это была репутация. «Зобачите, mieliśmy «Владцов», «Мелиśmy» «Администрация» «Поставка», «Чи, которые сегодня нас «Гнэби» так себя заховывали». Это великое плотно, оно есть 5 на 7, но и как бы припомида, он змитологизовал, есть много этих плотен Jana Матейки важных. И тут история, что этот образ был распространен за найдрожшие деньги, бо, как Матейка уже был знан, приехал до Кракова один из najwięших koleкционеров в этой части Пулостной Польской, Венедик Тышкевич. Великой «Латыйфунтиста». Так как на поутнику великие вплывы «Замоисцы», «Потоссцы», «Сапieхови» и т.д. На Пулостной были «Задзибиловые», «Потяжные Роды», «Четвертынцы» и «Тышкевичи». «Беата Тышкевич», «Велика акторка 20-го рода». «Баздо богачи люди», «Латыйфунтищ». «Латыйфунтищ». «Великая акторка». «Великая акторка». «Великая акторка». «Запровадь меня, chcę купить jakiś obraz». «No и пошли». «Прислили до працанского «Матейко». «Тышкевич» «Тый «Потяжный мэжжный». «Собие Pan «Великий». «WDPА». «Матейко» «Матейко». «Малутки». «Niziutkich». «Regionро» «тки» choroby ,у «оспятый». «ennescze amazing жену 표현, «my du tout完act» «Wеч Sahaja Ж martial", «wечwórками» з童но». «Nев unit «Мハ «ksобите». « thirty на «rut в траме. Тен образ Братарей под Псковым. Тyszкевич ушел и так смотрел на Тего Матеевка. Та пан ест тен маларз, то пан, тен Матеевка, ест Матеевка, который был тень сонным маларзем. Уж был по Стаńczyку, по казанию кседжа Скарги. Мел нашу название, а тут приходит кто-то из улицы, какие-то принесли себе пан и говорит, то пан тен маларз? Ну каждый был бы с собой отткнут, он тоже был бы с собой отткнут, кто-то приходит, говорит, так, то я, кто-то, этот маларь. Можно здесь у пана купить? Можно, можно себе выбрать. И, зенервованный, пошел на бок. А ci ходят, пошел на бок, встал под окном, смотрел, только ждал, когда выйдут. В конце Дышкович подходит и говорит, а что можно купить, то, что тут висит, то дуже, такие, этого батарея, 5 на 7? И говорит, так. И чтобы его отгонить, чтобы как-найсшибся, чтобы он вышел, потому что он был взорванный, цена запорная, такая между очками. Илья? 50 000 грн. И говорит, что 50 000 грн? Три разы повторил. 50 000 грн? Доброе. Кликнул, вытянул чек, писал чек, 50 000 грн. И, пожалуйста, тут есть адрес, прошу навес, прислать область. Но, выходя, он возвращался и говорит, о, прошу пана, образ не имеет рамы. Я не куплю образов без рамы, прошу мне отдачь чек. Не знаю, что он в этот способ грает, что-то, но в Матейце, это тоже зробило шкода. Он говорит, что 50 000 грн. Он говорит, что он сделает рамы. Он говорит, что он сделает рамы. Слушайте, 100 000 грн. Голденов за образ, за который Матейко купил себе паузык в Крешовицах, где-то преноси, где-то малюет, где-то осида. То есть, пожалуйста, родно, есть еще одна важная вещь. Родно есть миастом, где-то Пусть писали, что это был дом погребовый Рzeczпосполитный. Там подписано на Сейме, так званым Немым, затвердзено розбиоры polskie. Они с легальны. Мы, как Полцы, полский Сейм сказал, так, разбирайте нас. Если мы не сдольны, как народ, как правительство, прошу себе взять эту землю. Не, чтобы там забрали, и так далее, как в часе Второй святой. Мы мы это сделали. Винцей. Крол доброволне абдековал. Он это подписал. Он сам сам это взрослал. Не, что ему забрали корону, вывезли кого-то где-то. Он сам подписал, тут вам показываю есть образ, как он это подписал перед Крыпинем. Тен Крол, который был велким reformатorem, который inicйовал Конституции 3 мая, был одним из редакторов этой Конституции. там селала вудка, там было выуздание, там грано суперпатриотов, премавили, что в оброне ойчизны, а то все было позоровано. Есть там полно этих рублохапов, как говорится, рублобиорцов. Прекупили через Росю, через Прусы. Страшный Сейм. Тен Сейм немецкий. Крол, который там едет, не на что едет. Тен Сейм. Тен Сейм. Тен Сейм. Подписują to, Polska przestaje istnieć. Почему это сделал Кролл? Уважал, что как пойти на такой далекий комpromис с царьцом, с моим коханком, то она, при этом, мы будем под Кнутом Сальским, но земли не разберут. Не будет эта земля разорвана на три части. Она это будет, она это затримет, затримет русаков, затримет остыков. Не затримет этого. Это был уже выпаленный романс, уже не было ничего. Когда они были до себя великой намиетности, но это уже были старые люди. Когда трон берет царь, Павел I, он ненавидит матки. Это очень рано, чтобы сын ненавидит матки. Но есть случаи, что он ненавидит матки. Он ненавидит матки. И тогда Станислава Августа выпустили, взял его до Петербурга, подал ему опеку. Но вкратце он смерл и стал похоронен в костеле, в костеле Номен Омен Святой Катаржины. О чем писать? Почему о том писать? Потому что он показывает этот фильм, его погреб. История, его выбегает в прошлость, показывает, что происходит. В 1738 году в 1738 году есть гвалтовная атеизация в Зв. Кразецком. Станин атеизирует, разбира костио, нисчет костио. Это totalная атеизация. И была там большая походь в Петербурге. И постановили разобрать по этой поводи кости у Святой Катаржины. И Станин, которые пребегли. Выйдал присылал лист до Амбасады Польской. Амбасада Гребовского. И читаем костио, там лежит ваш кульс. Забежьте. Мы его вырисуем до Невы. Его трудно. Забежьте. Амбасадор завиадомил замек, czyli президента Мощицкого, ридза Смеглего. Постала констерляция. Что делать? Недавно где его похоронили. На Вавелу? Недавно ховалили там Писуцкого. Того, который вкресил ойчызну. Велкие дружины. Можем кое него похоронить того, чего в Голосе в Голосе не можем этого делать. В утайнини похоронили его в Волчине. Волчин там уродился Пису Пису Станислав Август. Там была Царто Рыских. Волчин в часах Кролевских. Это была прекрасная резиденция. Это Атлантыда. Дише там ничего не там не было. Восторг на Дом Шлоске. Велик и только в Волчине. Волчин не есть. Восторг в фотографии, рисунках, орды. Возвращение в книжке как это происходило. Восторг только костюлек. В этом костюле был крошечный крол. Поэтому там его похвали. Только утащить только в поле, утащили, специалисты так утащили, что все видели. Еще русские первые были, а всегда в поле был подел на два племена. Не только сейчас, что писовцы, повицы, кто-то еще стражный воин двух племен. Это всегда было. През войну были Санация и Эндеция. Роджи Писуски, а люди Дмошки умерли. Когда достали цинк, что такое там делают, а еще такой fatalный бонд, что не померили этой трумны. Трумна оказывала, 600 кг была, она была прикрыта сребрем, оказывала. Как привезли эту трумну вноцным поцелем через столб с граничным, то ехали до Волчына, обсадили целый восток, чтобы их не померли, а не могли посадить, за за малый отфор был, чтобы внести крипты подземной. Нагля не да не да всадить. внести внести по-насмемного дня говорят, где своего крола встыдят, Того крыла, потому что часть был хвалцов, крыла, который сделал из Warszawy в решении европейское место, это была джиура, он там будал Театр Велкий, он там был важный, что он построил каналетка, он себя оточил артистами, это был великий министр культуры, с розмахом, европейцы, то не только, что там подписал разборы, он был такие заслужения. И этого крыла, они себя встыдут? Это ужасный шум в разе. Здесь есть такой раздел, анкета Грызевского. Грызевский был тогда выбитным полским редактором газеты, один из самых важных газет, которые все читали, интеллигенция читала, называлась это газета «Виадомости literackie». И он писал, где должен быть крыль похоронен. Она 300, а первая лига полоскей культуры, науки и литературы и другие, где он был великий. Там Бой, Желеський, Ивашкевич, Слонимский, Лехонь, каждый иначе. Там есть часть, говорят, на Бавелу, часть в Варшаве, часть в хорошем месте. Незвыкла анкета и незвыклая, о то, в Донючевке, так я это цитую, это действительно фрапируемые истории, а вокруг крыла шалаły, 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 и еще разные плотки. Я вам только зацетую каулек. Один из наиболее таких блескотливых полских публицистов назывался Карл Збышевский. Он написал книжку «Пред войны» без села под титулом «Немцевичь от прзоду и тылу». Это была книжка скандаличная, которая была страшно пошукивана, была в «Велкий фермент». Она позорно была против Немцевичьи, она была против эпохе Станиславовской и, гуовне, против króлови, которого он страшно źle оценил. Так были, кто-то хвалили его и говорили, что был, между... Сейчас, как Пазбир написал, это был «Найлевший полский мистер культуры», то Збышевский был на крыльцовом скридле и он то, что написал, зацетую кауле, какой то есть язык. То есть язык, который Павлович могла так написать сегодня. Не была это «Обрев титулови» «Биография Немцевича», а «Памфлет» на целую эпоху Станиславовскую в Польше». Остре своей крыльки Збышевский скрировал głównie против króлови. В целом двух месяцев наклад стал вычерпаный, а вокруг książки повстал необычный «Фермент» и «Вжава», которая зазвычай товажит «Душим сенсациям литератским». Хучалы плотки, полемисти крыжовали пиура, «Грзмялы погружки», «Анатемы» и «Помувения». «Ойцем крестным» бестселеру Збышевского был Станислав Садмакевич, который на «Жиczenie» выдаwnictва написал «Блескотливую» przedмогу, покажет одновременно класу своей tolerанции. Бо сам, будучи оборонцем и гостицем ростопности политичной Станислава Августа, чему даму выраз в своих публикациях, рекомендовал «Чытельник» книжку, которая была «Аж хвилем» на «Остатнего Крола Польских», написанном «З фурию и ненавистию». Збышевский знал тотчас «Главное, как фрейтониста» и недосзый «Доктор историй», его книжка имела быть «Докторатом», а таково подобно «Остро», как «Горсовцы» «Всих» вовчас «Тадеуш» Бои-Зелењский». Для Збышевского, в противнествии до «Сада Маскевича», Станислава Августа Польятовский был «глупцем», «занзумялцем», «тхурцем», «хедонистом» и в којцу «здрајцком», которого «Łапска», «цедую» «Łапска» «волаły подписывать» «Акты розборовые», «ниж имать się mieча», «гнусьным», «позбавиным» «вселкой етики» «спредавчыком», «рублохапем», «оточовым» «презграје» «рублобиорцов» и «запрзеданым» «росси» «цымбајем», «мегаломанем», «знабујцем» 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 А то я не хочу вам даже поклажать, потому что это была такая история, история с тем... В конце этого крола там осадзono, а дискуссия была в Поле достаточно дуга и даю здесь фрагмент этой дискуссии, потому что в 1938 году было полование у Замоуських, на которое приехал маршавек полский Рец Щмиклев. И там, когда были в этом бигосе мысливском, кто-то запыта, пане маршаву, все о том говорили, что этот бедак miał сделать? Так его атакуете? Ну, что он мог сделать? Прежде всего этих рублобиорцев, этих всех здравцов, этих пијков и так далее, в этом всем какого-то... Ну, что он мог сделать? Ну, что он мог сделать? И тогда Рец Щмиклев сказал так. Что он мог сделать? Ставить на целях и дать себя забить. В 1938 году Рец Щмиклев. За год выбуха война. Латво радить, не? Что роби? На мост и до Румунии. Ото историю, как можно быть добрым, как можно быть добрым, как можно быть добрым добрым, как можно быть добрым трунку, или в теплом фотеле. Это, там, есть история связанные с Гроднем. Там много таких случаев показывает. Прежде всего, великая дама Гродна, Элиза Орешкова. И огромный влияние на полутиру, на культуру. Ей великое придачное с Конопицкой, придачное с Реймонтом, ее близкость. Открытие себя о Нобла. Она тогда перегрыла с Реймоном. Продолжение следует... И это, что это гробно. В этом томе есть тоже важный для меня, для поколения моего, раздел поискальный Стресловой Неменови и Василишком. О Немене написано много книжек. Я здесь проводил новые вещи, потому что показывает Немена, который есть в этих Василишках на Белоруси и в последней минуте выезжает стампом. У меня есть фотографии. У меня есть фотографии. Немен на аккордеоне, в какой-то хуре костерном. Немен на мотоцикле таким с вузком. Немен со своей первой женой. Немен с којхоњниками. И история то, что Немен мог не заистнеть в полской культуре. Могло бы вообще не быть. Гыбы не Гомулка и та другая патриакция, его бы не было. Он уже был билет до войска, до Владивостока на 3 лета. То, знаете, бы там какого-кордеониста, бы его там распили. В общем, он бы не выехал стампом. В последней хвили он выезжал в этой репатриации гомулковской и то есть... Отец не хочет выезжать. Отец говорит, что не ма где ехать. Старых древ не пресадза. А тогда то, что сделал Гомулка... Сегодня писать о Гомулке позитивно, то есть, как написано, поправить политики харакири. Из Гомулки сделано цемника, антисемиты и так далее. От найгорших. Гомулка отыграл колосалную роль в 1956. был правдивым мэжем стану. Великого формата. И то я говорю с самым ответственностью. То, что он сделал в 1950, что он опал вовсчаст Тушцовову, что тогда он нарзуциал. Он только высел из-за сталинского, с которого не выехал, потому что кто подпад слонечку, как говорится о Сталине, то в гулаху кончу, либо под сцином. Гомулка тогда в 1950 году действительно мэжем стану. И его вец на Плаку Дефила, где пришло сотни тысяч людей. Его премовение. То, что он вовсчаст вымусил на Тушцове, что выехал из Оси 245 тысячи полков, в том, Немен, Барбара Скарга, Гейгердвихт, масса, я там поменял, понад 40 нацист великих постаций, которые тогда выехали. Они могли не заислить в полской культуре. Козакевич, от геста Козакевича, Шилейко, часть działачи «Солидарности» врославской. Они просто не выехали стамкнут. И, что наиболее, что то, что в 1956 году, так окалечное, в Грузах, в Грузах, в Грузах, в Грузах, в Горзелиско еще есть, в Врославе, как выглядело, это 200, 45 тысяч людей. Дано им жена и работа. По трансформации в 1989 году не потратили прийти в этих из Казахстана киньку тысяч. Немцы Кола потратили и мы оставили нам далее. Но он мог меньше выдобыть. Впроводил из Роси 114 тысяч, а этот 245 тысяч. Я показываю этот целый как это все как как люди, а там не хотели выкушить, потому что в Грузах в Грузах в Грузах блокировали это по-настоящему, в Грузах и в Грузах и а в Грузах показывает его родину. Он сбил, но он был вуя, который был по войне директора в Гимназвом в Свободзине, он там полшую школу в проводили. Это был был выбитный дыректор, который скупил вокруг себя людей, который выкшел целые поколения. Показал им знание Немена в полской культуре. При оказе писал о помнике, который мне удалось поставить в Ополу и на открытие этого помнека, все, кто еще живет в споу Немена, и с Enigmatic, и с небеско-чарных. И всех, кто написал для нас важнейшие книги о Немене, то есть Марк Гасынский, творца его текстов, таких как «Само в Варшаве», как Владслав Панек, автор первой книги, как Дарюш Михайловский, фантастичный полский историк культуры, поп-культуры, музыки, святный дзенникар. Они все были на сале. Склинский, который сделал дискографию Немена. Были в этих Василишках, то сегодня 30 человек там ласкует. Потяжный костюм, то есть с полскими дзенниками, потяжный костюм, 30 лет. И пятна постач, proszę Państwa, Беорусина. Называется Уладзимир, Уладзимир Сениута, который, proszę Państwa, купил валовый дом Неменов, czyli Недрзыцких, поулатал этот дах, какого-то забезпечил и начал збирать памиотки о Немене, чтобы сделать там музеум Немена. И какие-то збирали плакаты, плыты, а потом начали ему привозить. Гасынский привозил, Михальский, Склинский. И збудовал музеум, в котором, proszę Państwa, я там был, которое отвезало роcznie 11 000 людей. Теледиски можно поогландовать там, в Гродне, и это тоже относится до полской службы плакатичной, когда я был в Гродне, и говорю, «Быль пан в Василишках?» Он мне говорит, «А там такой кохемиста, такой, такой агент русский сделал». Я говорю, «Цловек, что ты вешешь?» «Цловек створил музеум, которое кревит полскому культуру». А то есть лекция Бажения, потому что это какой-то человек, Лукашенко. Таких мы часто, дипломатов, часто я с этим спотываю, что по-просто не знаю, за что бежит денег, не знаю, по-кому там есть. Вынесли, надмуханы, на кохе треба прийти, чтобы цик, печатку поставить. Треба таких пятновать. Треба о том говорить. И говорю это самым ответственностью. Потому что, сейчас так это переживаю, потому что есть те zdjęтия, он нас там привитал, что он у нас там привитал, кто-то приносил с церешни, чтобы нас почэстовать. А я себя доведяем ostatnio, что-то, что новотвор Простаты его забия. Если его забрали, то этот дом Немена, культовое место для многих полков, будет снова рудером. А как есть мощный этот культ Немена в Польше, то, как я узнал, в Белогарде есть один из фантов творчества Немена, который открыл там в Пятную ресторанскую под назвом «Под Папугами», подсолненен там помник недавно Немена. 20 тысяч людей приехали на осолненatory помника Немена. Потому что люди у них имеют в себе величную мирусть, до «Чим ты еще памятаешь», в «Саме на «Варшаве»», до вспомнения, так как он спешал поэзю, как спешал в «Цднете» с одного сердца. Феномен абсолютно культуры polskей, который есть каким-то взором. Я послушаю, что ты кричишь фильм о Мартынику, а не о Немене, то видишь, что здесь мы с другой планеты. Есть тоже раздел конечный гродзејский том. Это история Друскеника. Слунного оздоровительного, так слунного, как на поутно Трускавец, Моршин, или Залесццики. В каждом разе, те Друскеники, которые были задевляю, там, то было место, где Марсалек лечил, писал его историю, хоть есть знана, приводил я тоже его слунный романс с Левицком. Это история этой лекарки, которая лечила его и те разные истории, которые потом еще разограли вокруг его романса, как до конца было, и в каждом разе Левицка была очень интересной женщиной. И то, что сделала для полской культуры физической, потому что марсалек дал на то, что это важно. А показывает даже других людей. Показывает, например, Добрачињске. Добрачињске, который, прошу мајска, был один из самых почитных полских писателей католинских. Фантастычное пиуро. Конечно, при этом подиале полсцем битом его сегодня в землю, потому что он был в прону, не мајс права быть в прону. Мајска в прону, приступил до прону, попал стан војнный. То есть его вырюцало в истории. На счастье, чтенецы его не опуњцили. Којне вздохи листов Никодема, 30-те уже на кладе, 10 000 люди купуют. Уме просто писать. Я привојње Добрачињскењске, он мај фантастычне пиуро. Так как он опијал те друскењнники, то есть там, цитуј, бо он был сыном бурмистра друскењнника. Там спэдзај час. Показајте ж иных людей, которые друскењнники одвјдзали. Ханк Ордонке, Шабодо, артыстов, Остерве. Та история жијца уздрјвиска. Уздрјвиска, тен пијкни вналазек, киде люди открыли, что жијце чјјка залејцијтење оде ме. Люди моджи живјј дружеј. Если знаш твой организм, вјеш, ко пијць, че не пијць, ко јеш, в јакеј јлојциј. Если вјеш, как твой организм функционује и жијеш модрје, то јеш, кое дујць, кое пракојач, то ќе осањаш дојжајј вјек. А уздрјвиска мяља бујше тем мејцем, где придуржас јше то жијце. Где едзеш, пијеш одпојодој воде, масш одпоједно релаксы и тд. И те уздрјвиска тјді бује таким мејццем, где зберзава се Бохема, где пријжжали атерыцијчј, люди умавяли, едзејтеј. там, этот обыкзай немного заник, dzisiaj трудно в этих условиях споткать, ну, эту bohemу, raczej ludzie są заатомизованы, укрывają się, wtedy to było bardzo takie модное, визяло, что там едет Швитлиńская, едет Демша, едет люди и ехали на этих условиях. Я показываю, как эти русские мики функционировали. И, dzięki тому, что много людей было фотографии в доме, потому что там его дядя, бабка, или прадзиадек был на этом и сделал с какой-то Швитлиньской или с Смосарской, то я могла бы это сегодня до книжки впровадить и показать, какие были там пенсионаты, кто был их владелем и как это закончилось. То есть этот том 13, так его кратко скрещу, потому что там есть масса анекдот, масса историй, оповещений, а второй темат, то есть этот Станиславов, о которой мы шире говорим, но я думаю, что пусть мы в фильм. Пойдем на минуту до Станиславова, фильм, который мы сделали в Станиславове, он нас так немножко до этого миста ближе. Найважнейший по Лвове Ощиодек Науки, Культуры и Ощиаты в давней Галикции Вшодной. Было это миасто прыватное Потокское. Створил его Андрей Потокский и назвал на честь своего ойца Станислава Реверы-Потокского и новонародного сына, также Станислава, который потом згинул богатерской смертью в Битве под Беднем в 1683 году. Музыка. 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 Две книги, которые были бестселерные и он там уродил. Мой сын лекаря Станиславского, выбитый reporter и тумач литературы венгельских, хургунгариста. Его сын тоже проводит программы телевизионные. Украинка Жанна Комар написала прекрасную книгу «Третье миасто Галитрии. Краков, Лвов, Станиславов». И, действительно, там себя отродили в Африки Полония. Там прежнє działa Kościół Polski. Там прежнє działa instytут, два Polskie Towarzystwa. Были там kilkakrotnie na spotkaniach autolskich. Станиславов он bardzo вылазнил, bo w ogóle Ukraina jest nierówno administrowana. Są miasta strasznie zawiedzone i strasznych mają administratorów, takich właśnie próblowiorców, i są miasta, które pięknie się podniosły. Taki Боршов, to jest straszne miasto, przerażające, ale Zaleszczyki już jest inaczej. No, Lwów się stał europejski ostatnio. Tu Stanisławów, to co tu pokazuję w książce, między innymi, i ten czarny las tam pokazałem. Wszyscy wiemy o morderstwie na profesorach lwowskich we Lwowie. Natomiast niewielu wie o tym wielkim mordzie inteligencji Stanisławowskiej. I 360 nauczycieli, po prostu tam zamordowano polską inteligencję. I to, jak tutaj opisuję historię, że na przykład jedna z tych nauczycielek to już była tak zdyscyplinowana, żeby się nie spuścić na spotkanie. Wątpliłem, co powiedzieć, że będą trwać nowy rok szkolny. To wzięła na taksy, tam wzięła rożkę, żeby dojechać. I tam pojechała do lasu, do szabnego lasu, gdzie zniszczono i rozstrzelano. Dzisiaj to lepiej wygląda, bo Rada Ochrony Pamięci ustawiła nowe pomniki. Tutaj mam zdjęcia między innymi ludzi, którzy się tym bardzo mocno zajęli. Pokazuje tu różne postacie. Na przykład historia Zbyszko Cyganiewicza, słynnego polskiego atlety, jednego z najbardziej znanych polskich sportowców, zapaśnika, jednego z najlepiej zarabiających polskich siłaczy. Zaczęła się w Stanisławowie. On był uczniem Stanisławskiego Gimnazjum. Był w potężnej budowie. No i żeby dorobić tam w cyrku pokazywał figury. No a w tamtym czasie, jak przyjeżdżał cyrk, to była taka praktyka, że siłacz słynny mówił, że kto mnie tu pokona, wytrzyma ze mną walkę przez 10 minut, kto tam dostanie jakąś kwotę. No i zgłosił się Cyganiewicz, a przyjechał słynny atleta z Wiednia, powszechnie znany wtedy, łamał tam, rozrywał łańcuchy, podkowy łamał i tak dalej. A ten się zgłosił i położył na łopatkach. I zaczęła się tutaj wielka kariera Zbyszka Cyganiewicza. A nawet później powstał film, Filip Bajon nakręcił film, Ariad Alfred, to jest właśnie od Cyganiewiczów. On wygrał po lat tysiąc walk, niesamowicie znany na świecie. A tu przy okazji pokazuję jego kolegę i też takiego siłacza, to był znanym lekarzem Stanisławowskim, nazywał się GUT, GUT-motk mostowy. On, jak studiował medycynę w Bazylei, to żeby go nie rozpoznali, żeby go zwyczajnie wyrzucili, bo to było naganne, to w masce walczył. W masce walczył. Później zostało mu to, że walczył w masce. W czasie okupacji hitlerowskiej on był z pochodzenia góralem, gdzieś z Polonina się wywodził i kiedy Niemcy chcieli stworzyć ten Golan Wolf, uważali, że górale są tą racą taką właśnie aryjską i chcieli stworzyć. Sądzili, że GUT przystąpi do tego, że będzie jednym z przywódców i Hans Krieger, który był tym gaulajterem w Stanisławowie, bardzo chora postać, bo między nim przesłuchiwał księżną Lanskorońską i on mało co jej nie unicestił. Zaprało mu to. I ten wpadł w furię, powiedział, że nie absolutnie i wtedy Hans Krieger, przy którym zawsze pies, wilczur, dwa wilczury wpuścił na i te pisy go zagryzły. Straszna strona to opisuje, jak go rozszarpały. A ten potężny siłacz potrafił z tymi wilczurami walczyć, ale nie dał rady. Tu jest wiele wątków, proszę Państwa, o Stanisławowie, ale też następne to jest miasta, które to zrobiłem. To zrobiłem Buczacz. Buczacz, niezwykłe miasto, głównie jest znany przez ten ratusz, który widzieliście, to jest Perła Rokoka, ale tam był niezwykły arystokrata Polski. On się nazywał Mikołaj Potocki. To był człowiek zadziwiający, bardzo nierówny, niebezpieczny, otoczony, takie polskie królewiątko, był ciągle otoczony trzema tysiącami swojego prywatnego wojska. To był, jak wpadał w furię, to był niebezpieczny, potrafił zabić człowieka, a przychodził mu okres łagodności, rozdawał pieniądze, pomagał ludziom, zachował się różnie. Był człowiekiem, który dużo pił i w czasie tych pijackich, różnych sytuacji zachował się naprawdę tragicznie, a później żałował te swoje grzechy, chciał je odkupić i szedł do spowiedzi. I jak dostał rozgrzeszenie, to stawiał kościół. Wyobraźcie, że powstały 70 kościołów na Podolu, 80 kościołów, a to, co tu pokazuje, po czarów, bo jak ksiądz katolicki nie chciał dać rozgrzeszenia, po tym już nie da się zrobić. Na przykład miał takie pomysły, że kazał kobietom wchodzić na drzewo i strzelał do nich, jak tu kukułek. Jak mu nie chciał dać rozgrzeszenia, to mówi, to nie idę do innego wyznania, ale do grzechu katolików poszedł, tam dodał rozgrzeszenia, to postawił parę grzechu katolickich. Jak już ci nie chcieli dawać, to poszedł do prawosławnych. Jak tam dostał rozgrzeszenia, to po czajów. Ale zostawił w historii Buczacza niezwykłe rzeczy, bo był wrażliwy na sztukę. Otoczył się artystami. Między innymi Pindzer, jeden z najlepszych polskich rzeźbiarzy e-parokowych. Przy nim robił te znakomite rzeźby. Merytyn, który jest głównym budowniczym Kościoła Świętego... Cerkwi Świętego Jura we Lwowie. To jest też Merytyna. Oni postawili tam wspaniałe rzeźby, między innymi ten ratusz i kościół. Później po wojnie, gdzie w tym kościółie zrobiono kotłownię, składowisko koksu, ten Buczacz się zapisał głównie w pamięci Polaków po wojnie, bo tam pojechał na starość ksiądz Ludwik Rutyna z Kędzina Koźla i z Opola. On miał tutaj siedemdziesiątkę i postanowił wrócić w 50. roku życia do swego Buczacza i ten kościół odbudował. To jest fenomen. Żyły to dziewięćdziesiątki. To jest niezwykła historia. Jak się tam pojechali kręcić film o Buczaczu z Janickim, to wtedy... Ja pamiętam, poszliśmy... Ja poszłem z Rutyną za ołtarz. Kościół był cały obdarny, zniszczony. I stały tam takie worki. Ja myślałem, że kapustę, bo takie główki tam. Ja mówię, ja co tu ksiądz ma kapustę? Ja mówię, nie. Ja tu mi ludzie przynoszą z tych kościołów rozbitych barokowe aniołki. Ja je tu zbieram. Jak odłożyłem taki worek, posypały się taki ten pył po kornikach i w każdym były fantastyczne główki tych aniołków barokowych. One dzisiaj są w tym kościele. On to wszystko odnowił. On w takiej płatanej... ...tutannie był tam. Mieszkał w takiej plebanii, przykrytej blachą. Stęglizna była tak straszna, że to nie wyobrażalne. Myśmy tam przyjechali, Janicki był reżyserem i mówi, żeby tam biednemu księdzu zostawić, to nie bierzemy jako telewizja hotelu. Będziemy u niego spać. Myśmy tam przyjechali i myślałem, że księdza czytał, a jakieś bęczniące wam, jakieś materance, to możemy się przyspać. Myśmy przyjechali, jak żeśmy weszli do tego budynku, Janicki mówi, ja nie jestem asmaty, ja tej nocy nie przeżyję. Zniósł się na szczyty swojej dyplomacji, że powiedział, że musimy wyjeżdżać, ale wyjeżdżając mówi, ale zostawmy temu księdzu biednemu jakiś groszek, kto co ma. U nas tam dość dużo, kiedyśmy się złożyli, tam było 20 dolarów, ułożyliśmy na stole 200 dolarów. On zostawił na tym stole, tam się ludzie różni kręcili, patrzymy, dolarów nie ma. A ksiądz mówi bez trosku, Bóg dał, Bóg wziął, w ogóle się tu nie przejął. Niezwykła postać, niezwykła moja zalutyna, ja tu dokładnie to opisuję. I właśnie on ten kościół dodał, jest piękny. Jest fantastyczny barok, w dużej klasy. No i ratusz też jest. Tam w tym, ten Buczacz wydał niezwykłe postacie, małe miasteczko. Tam się urodził Szmuel Agno, Oralnego de Nobla, podobnie do Ossingera. Wielkie nazwisko. Jak on ten Buczacz odpisał, fenomenalne. Tam się urodził, między innymi Szymon Wiesenthal, ten robiciel nazistów. To niezwykła postać. Tam się urodził i kończył szkołę Rickenblum, ten który zrobił archiwum warszawskiego. Tam skończył gimnazjum i zaczynał swoją karierę Kornel Ujejski. Stamtąd pochodzą Grycanowie. Słynny ród, tam pierwszy leży. Tam była pierwsza ta lociarnia słynna Grycanów. I Grycanowie są stamtąd. Stamtąd się wywodzi Kora, czyli Zmana. Jej ojciec był policjantem, policjantem, szefem posterułków w Buczaczu. Masę tych postaci. Żona z Krzeka, z SBB, z Niederle. Jej ojciec był tam prawnikiem. Tu przykryliła 50 nazwisk, wybitnych postaci z tego Buczacza wydobywa. Inne miasteczko małe, o którym tutaj piszę, maleńkie miasteczka, sto stron o nim jest, to jest Zabłotów. Sama nazwa straszy, bo same błota były. A jest to magiczne miasto. Słuchajcie, niesamowite. Ja tu pokazuję taki żydowski sztetl, w których wyszło tyle postaci, bardzo ciekawych, którzy później zrobili Kraju Światową, jak Sperber, jeden z takich filozofów, który odegrał wielką rolę w czasie tej rewolucji studenckiej w Paryżu. Stamtąd jego kolegą był słynny Billy Wider, ten reżyser amerykański polskiego pochodzenia, Żyd polskiego pochodzenia. Niezwykła postać, bo Billy Wider się pięknie zapisał w historii kina. On, między innymi, odkrył Marilyn Monroe, Pusza Tempuserio, głośny film, Murna Zrodzego Słońca i tak dalej. I ta historia, którą ja tu przypominam o... a nie znana w literaturze polskim. To jest książka o Billy Widerze, a tego tam nie odkryto. Ja przypadkowo, słuchając, oglądając w telewizji List Cawery, i tam był wywiad z Widerem. Otóż Wider opowiada, że on w ostatniej chwili wyjechał z Berlina, kiedy Hitler wziął władzę, dzięki temu, że był w Polsce urodzony, przedwojennej i przed polską ambasadę. Matka nie wyjechała. Matka zginęła w Oświęcimiu. Cała rodzina została zlikwidowana. I kiedy Wider wyjechał do Ameryki, zaczynał od zera zupełnie. To jest fenomen, jak ludzie, spał na przykład w toalecie pierwsze dwa tygodnie. Nie miał na żaden hotel. Wspominał później, że jak spuszczano wodę, to mu się Niagara przypominała. I później zrobił tą karierę fantastyczną. On miał wiele o skałów. Pierwszy film głośny to był film Stalag 17. Historia ucieczki jeńców amerykańskich ze Stalagu w Austrii. Oni kopali podkop. Żeby wyjść z tego obozu, kopali podkop. 600 metrów. 600 metrów i to wynosili ten urowek w skarpetce, to żeby miesiące trwało. I kiedy już się przebili i już byli za płotem daleko i tylko zdarli tam darm, żeby wyjść, to tam nad nimi stało gestapo. Wszystkich wyłowiono. Tylko jednego nie rozstrzelano. Bo to był szpicer. To był Amerykanin niemieckiego pochodzenia. Jakiś tam Hans jakiś tam nazyska nie pamiętam. I jego tylko zostawiono. Film był bardzo głośny. To był czas zimnej wojny, 52. rok. Dostał Oscara. I wtedy się zjawił dystrybutor niemiecki i mówił Panie Weidel, my chcemy kupić ten film do dystrybucji na Niemcy. Ale ten naród, ten niemiecki mówił, tak jest taki wspomniany po wojnie, przejechaliśmy wojnę, cały czas o nas mówią i tak dalej. Bardzo Pana proszę, już tego narodu nie dołować. To niech Pan zamieni w scenariuszu nazwisko tego, co wysypał, że to nie będzie Niemiec pochodzenia niemieckiego, tylko pochodzenia polskiego. Niech Pan tam Polaka. Jakiegoś Kowalskiego niech Pan tam nazwie. I Weidel się pięknie zrozumiał, mówił, ja wiem, co Niemcy zrobili Polakom. Ja wiem, co zrobili mojemu narodowi. Ja cudem przeżyłem. Ja tego nie zrobię. Żadnych zmian nie będzie. Ale przyszedł producent z wyturniej Paramedy Pictures i mówi, Pani Weidel, czy Pan zgłubiał? To są strasznie ciężkie pieniądze. Co mamy za problem? I Pan zamieni tego Niemca na Polaczka jakiegoś. Co to za problem? Przecież na przykład w filmie Traumwaj z danych pożądaniem Teresy Williams zrobił tam Polaka. Brando grał, bo jak Polaka pijaka sobie bije żonę. To jakaś Polaczka pijaczka tam wstawia. Weidel mówi, nie zrobię tego. Mam zasady po prostu. Wyrzucili go z wytwórnik. Poszedł do innej wytwórni. Piękna postawa. Przywołuję tu. Tu pokazuję przy tej okazji Befingera. Proszę Państwa, początek XX wieku to jest moda na palanie papierosów. A to narasta szczególnie w połowie wieku XX. Wszyscy pali. Ja pamiętam jako student, czy wcześniej już w liceum wszyscy palili. A wtedy była taka moda na pali, że w kawiarni to się wkłęba dymu siedział. Bez papierosa nie można w ogóle nigdzie pójść. Tu byśmy teraz siedzieli i to byśmy wszyscy palili. Był taki czas. Wszyscy palą. I wtedy Befinger, który nagle się pojawia problem raka. Pierwszy, który mówi o tym to jest niebezpieczna rzecz. A szczególnie niebezpieczne są papierosy amerykańskie Philip Morris. Nazywał się Befinger, bo na Podolu, właśnie pod Zabłotowem były niesamowite gleby, które sprzyjały tytoniowi. I tam były te słynne fabryki, fabryki papierosów i cygar w Zabłotowie, w Bonastyżyskach, w Jagielnicy tam u Lubomirskich. I on uznał, że polskie papierosy są kilkanaście, dwadzieścia razy zdrowsze, te polskie sporty, te popularne kopciuchy od tych amerykańskich. Bo były suszone na słońcu. I te toksyny, które wchodziły w tamte papierosy, tamte perfumowane z ustnikami były straszne. I to, co tam się dzieje, bo wtedy dramat następuje. Nagle umiera na raka płuc Humphrey Bogart. Wielka Gwiazda Kina Amerykańskiego. W filmie Casablanca on w ogóle nie wyciągał pelsa z ust. Po prostu jeden za drugim pali cały czas. Czy w Sokole Maltańskim. Więcej. Słynny wówczas piosenkarz, bardzo popularny Nat King Cole. On mówi w wywiadach, że on pięć paczek Marlboro pali dziennie, żeby miał głos lepszy do śpiewania. I to nagle rak. Ma czterdzieści kilka lat. Ma miliony. I nie wyjdzie z tego. Befinger mówi, bo to jest taki papieros. Chyba tam go słyszycie. Wiecie, zacząć walkę z Philip M. Morris, który mają starsze pieniądze i starsze adwokatów. To historia. On tam jeździł za swoje pieniądze na jakieś kongresy. Udawadniał i tak dalej. Pokazuję tego Befingera. A później pokazuję tą słynną fabrykę w Zabłotowie. Dostałem zdjęcia tych rodzin, którzy tam pracowali. Dzisiaj to jest ruina, ale to ładne zabudowania i historia tego Zabłotowa jest tutaj dokładnie opisana. Tu też pokazuję, proszę Państwa, takie historie, które pokazują złożoność sytuacji. Jechałem tutaj, widziałem rondo żołnierzy wyklętych. Jak wjechałem do miasta. Pokazuję taką rzecz między innymi, bo ja nie jestem historiem partyjnym. Mnie piszę, mnie nie interesuje kto rządzi Polską, PiS, PO, SLD, czy w ogóle mnie to nie interesuje. Mam pisać o ludziach, którzy coś zostawili w historii. Dałem taki przykład z Buczacza, człowiek, który się nazywał Ostaw Dłuski. Ostaw Dłuski był komunistą przedwojennym. Nazywał się właściwie Adolf Lappner i on studiował w Buczaczu, skończył gimnazjum, studiował w Wiedniu, tam się wciągnął do komunistycznej partii Austrii, później do Wiednia i tam działał w jakiś związkach, proletariatu. Był sądzony w procesie Świętojurców we Lwowie, później w KPP. Uciekałem przed Niemcami, bo uchodzenia był żydowskiego, uciekł do Rosji i z Armią Berlinga przyszedł do, później do Warszawy i tam był dziennikarzem i był działaczem tak zwanego ruchu pokoju. Były dwa bloki, jeden warszawski, drugi NATO, ale była też walka ideologiczna i tak jak na zachodzie stworzono nagrodę pokoju Nobla dla tych, którzy zwalczali imperialist rosyjski, sowiecki i dawano nagrody, to do dzisiaj się daje nagrody Nobla, to za czasów Breżniewa, a wcześniej Chruszczowa stworzył nagrodę leninowską pokojową imienia Lenina. I oni dawali też takie wysokie nagrody. Ci dawali swoim, ci dawali swoim. Ci z Moskwy dawali, no tym, którzy zwalczali im państw amerykańskich, połynę wiettamską i tak dalej, pali na farmę i te nagrody leninowskie dostawali między Louis Aragon, Zweig, dostał to Pablo Neruda, dostał Pablo Picasso, Indira Gandhi, Mandela i tak dalej. Dwa bloki walczą z sobą i tutaj kto jest ważniejszy. I wśród Polaków dostał to Iwaszkiewicz i dostał ten Ostap Dłuski. Ostap Dłuski był wtedy posłym ziemi opolskiej, razem z Osmańczykiem i z Naukowską. To byli tacy posłowie na Śląsku w Opolu. I to był taki stary komunista, który dwa pokoje z kuchnią, wystarczy ta komułka. Dwa pokoje z kuchnią, samochód niepotrzebny, na nogach chodził do KC. Jak dostał te pół miliona złotych wtedy w 62 roku, to mówi, po co mi to? Co mi z tym będę robił? Chcę kupić tam jakąś w wile, ale po co mi to? I było hasło tysiąc szkół na tysiąclecie, to on dał na tą szkołę. I w Opolu wybudowano szkołę za jego pieniądze na ulicy Sienkiewicza. Bardzo porządną szkołę sobie, do dzisiaj salą gimnastyczną. I tam była tablica. Szkoła obrońców pokoju fundowana z Nagrody Pokojowej Luskiego. Zmiana się system, lustratorzy polecili wybić tą tablicę, wyrzucić. Po pierwsze Dłuskiego było wyrzeźbione przez przez Dunikowskiego. Rozbić, ale ktoś mówi, słuchajcie, to Dunikowski, przechodzajcie. No to schować do piwnicy. Ulica Dłuskiego zamieniona na żołnierzy wyklętych. Ulica w Brzegu była zamieniona na żołnierzy wyklętych. Wymazano z historii Polski niejakiego Dłuskiego. Nie było szkodnik, przestępca, komunista. Napisałem o tym. Jego syn przysłał mi wzruszający list, bo jego syn jest antykomunistą, bo tak się często że w domu jest bunt. Jego syn jest wybitnym tłumaczem literatury francuskiej. Autorem, przetłumaczył wiele dzieł. Był bardzo ostrym dysydentem. Pisał w pismach bezdebitowych, bez publice, po prostu korowiec czołowy. Wysłałem mu to i napisałem, wie Pan, no dziękuję Pan, że ktoś ludzkim głosem o moim ojcu powiedział, że nie tylko wbić mnie, zapomnieć, zatepnać. Szkoła, stoi szkoła w Opolu druskiego. Mogło jej nie być, po prostu. Mogły tam krzaki rosnąć. Ma jakąś zasługę i nie można w historii tak na oślep działać, bo nagle ten jest dobry, tamten jest zły. Takich postaci mam tutaj. Tu w tym jest, pokazuje Berlinga, proszę Państwa. Historia Berlinga w tej książce, który ma z tym Zabłotowem związki, bo tam jest jego rodzina. Ma te związki z Kołomyją, bo Zbigniew Berling, taki bardzo później ważny działacz, związków kresowych. On był szefem związków Kołomyjan z Wrocławia. Niedawno zmarł. I ja pokazuję historię Berlinga, w którym przede wszystkim oficerem jest i później ta historia, to co on robi w Rosji, kiedy tworzy armię. Ten dramat, kiedy on będąc przy Andersie nagle mówi, nie wychodzi. Kiedy Anders wyprowadza te 100 tysięcy ludzi, a on stoi, i on jest przecież wtedy za. I mówi, zostaje. I pokazuje ten dramat stów podziałów w Polsce, na dobrych i złych, kiedy się mówiło tylko o żołnierzach Berlinga i się śpiewało te piosenki typu tam O.C., a dzisiaj się śpiewa inne. Berling wtedy został i pokazuje go historię, jak tworzy tą armię. Wtedy Polacy są w strasznej sytuacji. Po wyjściu armii Andersa rosyjska opinia została zupełnie nagradnie. Został 1 200 000 Polaków, a tu jest opinia, uciekają. To jest 42 rok, to jest 43. Niemcy są pod Stalingradem. Nie wiadomo, jak to się wszystko skończy. Niemcy są pod Deningradem. Są blisko Moskwy. To jest sytuacja kto kogo. I wtedy nienawiść do Polaków jest totalna. On dociera z Wasilewsko do Stalina i mówi, ale my będziemy tworzyć tu armię. I to, co mówi nadchodnym, idą do Polski tak jak ci za żołnierz ze Napoleona. Idą przez San Domingo. Pójdą, będą zabezpieczać szyby naftowe w Persji i tak dalej. Co jest armię? Mamy tu. I on tą armię tworzy i wydobywa. 400 000 ludzi wychodzi. Ja pokazuję tutaj tą historię, jak się rozbywa to powstanie warszawskie, kiedy on idzie na pomoc, a nie udało się to wszystko. Jak go wycofano później z dowództwa, bo ostatnio rozbito jego popiercie w Warszawie. Jakiś tam fanatyk rozbił to i zadeptał tą pamięć. Pokazuję tą historię tych żołnierzy, którzy szli w armii Berlinga, bo dzięki temu wydostaje się stamtąd. Szli w polskim mundurze. Gdyby tego nie stworzył, oni by poszli w ruskim mundurze. A tak to szli w polskich mundurach, z polskim orzekiem i polskiego kapelana, polskie mszemy i przy tym, przed takim proszę Państwa, koszalinem, koszalinem, pod kołobrzegiem. 18 000 ludzi padło, żeby wyjść. Dojście do morza to była straszna rzecz. 18 000 ludzi tam leży. Forsowanie Odry. Forsowanie Nysy Łużyckiej. To są wielkie. Dzięki temu Polska wyszła z wojny, tracąc wschód, ale wyszła nie jak księstwo warszawskie. Przecież gdyby nie było tej armii Berlinga, ja sądzę, jestem przekonany, że byliśmy do kości księstwa warszawskiego, bo wschodu byśmy nie dostali. Lwowa i Wilna nie dałoby się. W Litwie nie byli napuścili do Wilna, a tu też w stanie. Chciał się jakoś tam wysłużyć Ukraińcom. Natomiast moglibyśmy wyjść. Bez Szczecina, bez Wrocławia. To przecież Czerczy, nasz wielki sojusznik rzekomo, powiedział w Jałcie, a wcześniej jeszcze w Teheranie. Nie przekarmić polskich gęsi niemiecką ziemią. Jeżeli granica, jak już musicie te Niemcy okrajać, to na Inysie Kłodzkiej, a Rysa Kłodzka to jest tu pod Skorogoszcze. Tu byłaby granica. Nie byłoby Wrocławia polskiego. Byłby dzisiaj Niedelszlesien, byłby Land taki. Nie byłoby Szczecina, Opola. Moglibyśmy z tego wyjść. Można stworzyć było większe NRD po prostu. Jak chcieli ci? To jest to, że ci walczyli, że ten Świerczewski tutaj szedł. Oczywiście można to wszystko zatem. To jest bardzo złożona sytuacja. Ja to pokazuję. I upominam się o pamięć żołnierzy Berlinga, część mówi, że to byli polskojęzyczna armia. Ten wielki chłótnia o wyzwolę. W rosyjskiej armii szło dużo kałmuków, gwałcicieli, prymitywów. Byli tacy. Ale byli też ludzie. Ostatni dzikasz mówi, mówi, że jestem Ślązakiem. Moją matkę chciał zgwałcić jakiś ten żołaniec, kałmuk, kto go zastrzelił rosyjski dowódca. A na pewno wiem, że armii Berlinga, że ci żołnierze berlingowcy tego na pewno nie robili. I szli, bo nie zdążyli do armii Andersa poszli z innowami. I nie wolno tego deptać. Nie wolno tych żołnierzy, którzy leżą gdzieś koło brzegiem, gdzieś tam pod Żaganiem, pod Zgorzelcem. Między innymi tam leży dziadek Dokarczuk, który też jest tą armią. To trzeba normalnym językiem mówić. Trzeba normalnie opowiadać. Ja w moich książkach nie uprawiam polityki i ja piszę o ludziach ciepło. Nie wybądrzam. Nie oskarżam. Pokazuję to, co człowiek dobrego zrobił. I nie interesuje mnie, czy jest czerwony, czarny, żółty, obrzezany w kapturze arabskim. Mnie w ogóle nie interesuje taka kategoria. Tylko co człowiek zrobił porządnego, żeby to zapisać. Tak są te książki, bo one są ciepłe. Nie ma w nich jadu, nienawiści, niechęci. Dlatego bronię tutaj tych ludzi, między innymi tych kapelanów wojskowych, którzy byli przy armii Berlinga, którzy tam spogadają się przed bitwą i tak dalej. Oni się zaczęli, ludzie się byli spowiadać, byli się, że to jakiś agent, że to jest jakiś NKW-cista. A później się przekonywali. No, tu jest cały rozdział tam poświęcony. W książce każdej, jak poprzednio jest. 300 fotografii i około 600 biografii ludzi, którzy zapisali piękną kartę w dziejach tych miasteczek, tych wsi, tych okolic. I są pokazane te dwory, pałace, kościoły jak wyglądały. Po prostu jak w tytule. Wydobywam z niepamięci, że była taka Polska. Że ona jest dzisiaj tylko w pamięci ludzi, w dokumentach rodzinnych, w szufladach byłych rodzin kresowych. Zdjęcia i te zdjęcia są przeze mnie prezentowane. Dziękuję Państwu za uwagę. Muzyka Muzyka Субтитры подогнал «Симон»